МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начиная с 2006 года Светлана Солтан занимала самые различные посты в администрации Петербурга. Она работала в Комитете финансового контроля и в Управлении Комитета финансов по Приморскому району. В 2007-м она работала в аппарате законодательного собрания города. Накануне на 43-м километре Выборгского шоссе столкнулись два автомобиля. Зампредседатель законодательного собрания был за рулем машины и погиб на месте от полученных травм. Вместе с ним ехали его жена и дочь. Вместе всего в ДТП пострадали 6 человек. Моя коллега Аделия Сатарова передает с места аварии. Грудометалл именно так сейчас можно описать машину, где находился Павел Солтан. Даже не разобрать, что это за детали. Видно, что крышка капота согнулась практически пополам. Лобовое стекло вообще превратилось в крошки. А удар был такой силой, что некоторые части двигателя вошли в салон. В автомобиле также находились жена, взрослая дочка. Чтобы их достать из оскорежного автомобиля, пришлось применять спецтехнику. Распилить двери, разрезать ремни в тяжелом состоянии. Они были доставлены в больницу. А Павел Солтан, заместитель председателя ЗАГС Собрания, погиб на месте. В машину Павла Михайловича на громадной скорости со встречки вышел молодой человек, который тоже ехал в семью и врезался. Мы потеряли замечательного человека, который являл собой настоящего мужчину, мужественного Моресева своего потеряли. Поэтому о чем здесь еще говорить? Столкновение было лоб в лоб. Это автомобиль второго участника ДТП. Передняя часть также искорежна. Внутри автомобиля находился водитель, его жена и маленькая дочка. Чтобы достать водителя и пассажиров, также нужно было применить спецтехнику. Сейчас вся семья находится под присмотром врачей. Вообще, как развивались события? Автомобиль Солтана двигался в сторону Петербурга, а Мерседес в сторону Скандинавии. По предварительной версии, после поворота водитель Мерседеса решил то ли перестроиться, то ли совершить обгон, но не справился с управлением. И вылетел на встречную полосу, влетел в Toyota RAV4, где и находился зампредседатель ЗАГСа с семьей. Буквально через 20 минут после аварии на место выехал Вячеслав Макаров, осмотрел здесь все и пообещал, что окажет всю необходимую помощь семье Солтана, возьмет под контроль расследование случившееся. А также будут разбираться, почему здесь нанесли разметку, которая позволяет совершать обгон в условиях ограниченной видимости.